Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». И сегодня мы будем читать вторую главу. И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю. Черное море – это Красное море. Как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Саэра. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу. То есть не надо здесь стоять, поднимайтесь выше, то есть к земле Эр-Цесраэль, земле Израиля. И народу дай повеление, скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исафовых, живущих на Саэре, и они убоятся вас, но остерегайтесь. Они должны были проходить через земли сынов Исафовых. Мы помним, что у Исаака были два сына – Исаф и Иаков. И евреи происходят от Иакова, а от Исафа, нечестивого, происходят сыны Исафовы. Но это все равно семя патриархов, и надо с уважением относиться к ним. Поэтому, если мы, русские, бываем там на украинской земле, на белорусской земле, даже среди чехов, поляков, мы должны понимать, что это славянские земли, это славянский язык, славянский народ, и, соответственно, относиться. Итак, Господь предостерегает их и говорит следующее, что надо остеречься. «Начинать с ними войну, но остерегайтесь» – это окончание 4 стиха и 5 стих – «начинать с ними войну. Ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору сэр я отдал во владение Исафу». Да, Исаф был нечестивый человек, грешный человек, но он того же корня, что и евреи. Он – потомок патриарха Исаака, а значит и патриарха Авраама. «Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой и страшной пустыне сей. «Вот сорок лет, Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка». Действительно, мы помним, Бог кормил их небесным хлебом, манном, который падал с неба, вкус которого был, как пресная лепешка с медом. «И шли мы мимо братьев наших, сынов Исафовых». Они называются братьями. Хотя по определению, которое очень угнездилось в еврейском народе, Исаф, Эдом – это другое название Исафа, он всегда противник еврейского народа. Такое общее определение. Но они – братья. Нравятся нам или нет? «И шли мы мимо братьев наших, сынов Исафовых, живущих на Сейре путем равнины от Елафа и Эцион Гавера, и поворотили и шли к пустыне Мава». С Маавом тоже не все просто. Дом царя Давида связан с Маавом через праведницу Руфь. Это не еврейская душа, это была великая душа, которая символизировала собою церковь из язычников, которая уверовала во Христа. «И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Маавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Арь отдал я во владение сынам Лотовым». Маав происходит от Лота. А Лот – племянник Авраама, поэтому даже дальнего сродства, например, славяне, такие как поляки, которые все время недовольны нами, или чехи, которые как бы часто игнорируют наше существование, все равно это наши братья по крови, а главное по славянской речи. Хотя мы знаем из Библии, что Маав часто сам нападал на еврейский народ, но верующие должны вести себя лучше, чем неверующие. «Прежде жили там имимы, народ великий, имеется в виду великорослый, великаны, многочисленный и высокий, как сыны инаковые». А сыны инаковые – это были великаны. И они считались между Рафаимами, Рафаимы – это самые высокие великаны, а как сыны инаковые, то есть подобно другим, более поздним великанам. «Маавитяне же называют их имимами, а на Сере жили прежде Хореи, но сыны Исафовы прогнали их и истребили их от лица своего, и поселились вместо их так, как поступил Израиль землей наследия своего, которое дал им Господь». «Итак, встаньте и пройдите долину Зарет, и прошли мы долину Зарет. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет, то есть 38 лет после исхода из Египта. «И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь Бог». То есть те, которые когда-то воевали, были способны к войне, они постепенно вымерли. Да, и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли, потому что они допустили неверие в свое сердце, и Господь их истребил. «Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, то есть из народа еврейского, тогда сказал мне Господь, говоря, ты проходишь ныне мимо пределов Муава, мимо Ара, и приблизился к амонитянам, не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Омоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотова». Итак, Господь очень строго спрашивает с нас, если мы посягаем на чужие земли, особенно если это земли тех, которые нам как-то единокровны или тем более единоверны. Здесь надо вести себя очень осторожно. Далее говорится о их продвижении, как они шли, через какие народы они проходили, и Господь посылал перед ними, перед евреями, страх на все те племена, среди которых они шли. Вот 25 стих сообщает, «Сегодня я начну распространять страх и ужас перед тобою, то есть перед Израилем, на народы, под всем небом, те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебе». О чем был этот страх, с чем он был связан? Все народы знали уже в то время, Господь усилил это их знание, что рукой крепкой, мышцей простертой, Господь вывел их из Египта. А так как Египет – это самая мощная военная цивилизация в то время, если Господь опрокинул весь Египет в хаос ради верующих людей, то тем более не устоят эти мелкие княжества, эти мелкие народности, если поведут себя агрессивно по отношению к народу Божьему. И в конце этой главы Господь говорит «Только к земле аммонитян ты не подходил ни к местам, лежащим близ потока и авока, ни к городам, которые на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш». То есть они выполняли это повеление Бога и действительно не решались подходить к тем местам, к своим дальним сродникам, чтобы Господь за это на них не прогневался и не наказал их. Вот в этой главе, что интересно, мы видим, что Бог промышляет не только о еврейском народе, тогда это единственный правоверный народ, как и мы православные должны знать, что Господь промышляет не только о православных христианах, Он заботится о других христианских церквах, Господь заботится о мусульманах, Господь заботится об иудеях, Господь заботится об индусах, о буддистах, о неверующих, о коммунистах, Господь заботится о птицах небесных, о зверях полевых, Господь промышляет над всем своим творением, поэтому мы не должны проявлять конфессиональный эгоизм, вот если мы правоверны, значит нам как бы все дозволено. Нет ничего подобного. Это означает, что с нас будет спрошено значительно строже, чем с других людей, с других народов. Ибо кому сколько дано, с того столько и спросится. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать сообщения о новых передачах. Берегите себя. Спаси Господь. Продолжение следует...